Модный приговор Ты нажрала брюхо, он мне сказал, крайний раз У вас модельная внешность Она ничего не делает для своей фигуры Вот это печально, Владимир, печаль Не надо злиться на такую красавицу-жену Я не чувствую себя несексуальной Я закрылась, я забилась в угол, я никуда не лезла Я боялась быть опозоренной То, что рядом с тобой чахнет красавица, ты даже не замечаешь Просто эгоист Мы вас видим пять минут, мы вас уже ненавидим Сегодня мы слушаем дело о том, как жена-босс Пустила отношения под откос Владимир Тарасов заявляет о том, что он страшно голоден По ласке супруги, по женственным платьям, по словам любви И страстным порывам Хэштег «Ой, боюсь, боюсь» Просят одного – спасти семью А моя подзащитная Анастасия Тарасова Женщина красивая, реализованная Ей найдется, что ответить муженьку Но, знаете, не все в этой семье хорошо и гладко Раз жена для мужа, даже нарядиться не хочет Будем разбираться в этой семейной коллизии Итак, Владимир Тарасов, подойдите, пожалуйста К нашей трибуне Владимир, ваша супруга просто чудо, как хороша Как вам в голову-то пришло ее в чем-то обвинять Десять лет назад, когда начинались наши отношения Она могла себе позволить какие-то платья, какие-то наряды Постоянно делала укладку, то есть прически, завивку, укладку там А сейчас вот так же, просто, резинку-хвост и на работу Встаньте, пожалуйста, Анастасия, мы на вас полюбуемся Очень хорошо выглядите Очень, очень привлекательно Присаживайтесь, пожалуйста Подождите Ответьте на обвинение Вы знаете, мне кажется, это все его предрассудки Правильно И я считаю себя красивой женщиной То, что я хожу в костюмах брючных, либо там в юбочных Но это очень редко В этом нет ничего плохого В этом нет ничего плохого, да Вот Эвелина тоже красавица и ходит в костюмах брючных При чем здесь это? Разве это может испортить кого-то? Нет? Нет, к сожалению Но вот мой муж хочет видеть перед собой какую-то красивую летящую Но я же вам рассказываю ситуацию, которую я вижу ежедневно, понимаете Вот вы смотрели фильм «Служебный роман» Да, все смотрели Вот, вот она такая же приходит, как героиня Это очень старый фильм Такая же мымра В отношениях холодна Инициативы от нее никогда нельзя дождаться, понимаете? В интимных отношениях у нас есть некоторые проблемы Не физиологические, понимаете? А вокруг много женщин красивых, ярких Сейчас весна на улице Я молодой, я заглядываю Я молодой, я мужчина, в конце концов Поэтому я иногда обращаю внимание на других женщин Володя, а что ты думаешь, если ее переоденут, ты не будешь обращать внимание на других женщин? Я хочу, чтобы она поменялась внутренне, как бы, понимаете? Чтобы она... То есть у нее проблемы не в одежде, а что-то надлом какой-то психологический, да? Возможно, вот мы и пришли разобраться в эту передачу И я надеюсь, будут какие-то результаты Ты его ревнуешь? Нет, скажи честно Ревную Ревнуешь То есть как... В том-то и дело, что она ревнует, но меняться при этом абсолютно не хочет, понимаете? Вот ревнует и не меняется Вот такая женская логика Да Перед нами потрясающая красавица Вот просто, как будто бы из сказки девушку перенесли сюда, в студию И молодой человек, который плевает ее самыми ужасными обвинениями Может быть, действительно гардероб в чем-то биноват? Давайте на него посмотрим Гардероб красавицы в студию АПЛОДИСМЕНТЫ Эвелина, дайте оценку этому деловому гардеробу АПЛОДИСМЕНТЫ Насколько я знаю, вы здесь припасли аргумент Вы хотите жену во что-то переодеть, и это что-то должно ее заклеймить окончательно Вот это платье, да? Ну... Согласно материалам дела, вас очень злит Да Переодеваем Ну давайте, красавица Выходите в платье АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, я порой не понимаю мужчин Сидит просто писанная Как будто бы с иконы сошедшая Стройняшка с ногами от ушей Опять что-то не нравится Полный гардероб тряпья Предназначенного для выполнения служебных обязанностей И, между прочим, очень хорошие варианты здесь есть Самое, что ни на есть, разное И, понимаете ли, перец солью И мелкий горошек И темно-синие костюмы И очень подходящие для работы Идеальные, я бы даже сказала Есть в этом гардеробе и платье И я так понимаю, что это как раз платье не для работы А для свободного времяпрепровождения И, видимо, они вот так заводят мужа Вам платье не нравится? Ведь она же, когда работает, вас-то рядом нет Но они же не подчеркивают абсолютно фигуру Посмотрите, это просто мешки Два разноцветных мешка А вот это у нас уже вопрос к вам Чего это ваша жена от вас фигуру прячет? Я думаю, что вся проблема в ее внутреннем мире Или в характере Она пытается преподнести себя Как начальник, как командир Она пытается всегда доказать мне Что она является авторитетом в нашей семье Она может быть необоснованно жестко к своим детям Да, я же стараюсь как бы находить баланс в этом Да, я могу быть жестким Но, извините меня, может быть пострадать и психика детей Именно я прививаю вкус, допустим, моей дочери Которой 9 лет Если Настя идет, одевает ее Она обычно покупает какие-то черные джинсы Старается, она приверженится к классике Я же, если... Я покупаю, да, и стараюсь приобретать Футболочки интересные, кофточки разноцветные Джинсы, платья Мне кажется, что вот эта вот история Связанная с платьями, которые нравятся дочери Скорее похожа на подкуп мороженым На заговор против мамы Давайте мы посмотрим на переодетую маму Будьте добры Просим Анастасию в студию Да, я его ревную Но, вы понимаете, ему нужны легкие Такие парящие, нежные, зефирчатые девочки Модельной внешности Он их... А у вас не модель Боготворит и смотрит А у вас модельная внешность? Нет, у меня внешняя модельная Он постоянно смотрит налево Сколько было замечено, постоянно смотрит налево Дело в том, что... Но смотреть негде Пользоваться Такой образ легкой зефирчатости Ну, больше присущий к 15-летним девочкам Я являюсь руководителем достаточно крупного офиса И в основном, основной бюджет лежит на мне Вот, приходится на работе немного, конечно, выкладываться на все сто Но домой я уже прихожу, конечно, без ног, без рук, никакая абсолютно Вот И, естественно, когда муж мне там говорит, где твоя улыбка А там он куча посуды, помой посуду Ну, какая посуда в 11-12 вечера? А почему не помыл муж? А вот мне тоже этот вопрос интересен Почему он не помыл? Я считаю, что это не мужское дело Как? Не мужское? Не мужское А какое мужское? А в чем ваша обязанность? Подождите, я обставил ей квартиру Кому ей, а себе нет В нашей семье, конечно Я работаю днем и ночью Я пыталась ему сказать о том, чтобы я уйду Ее работа – это семья, дети, муж, в конце концов, понимаете? Я инициатором являюсь, допустим, в интимных отношениях каких-то Я хочу, чтобы со мной женщина была А вы хотите, чтобы она ей посуду помыла? Женщина как кошка Понимаете? Не люблю я вот эти вот платья, не люблю я эти юбки Почему? Только по одному Потому что я в них закомплексована Муж не раз мне говорил о том, что я жирная У тебя живот, у тебя брюхо А в каком месте вы? А в каком месте? Ты нажрала брюхо, он мне сказал Крайний раз Ой, какая прелесть Ну, когда были такие, понимаете? Я пытаюсь не стимулировать, чтобы она смотрела за своей фигурой Нет, вы очень не делаете Естественно, после вот таких вот слов начинаешь думать И прятаться в какие-то пиджаки, и прятаться в штаны Абанги! А она чувствует себя комфортно Пошли, застрелимся Нет Может весло принести? Слушай, садитесь Кстати, ради него я пошла на конкурс красоты миссис Москва Чтобы доказать ему, что я все-таки красивая Заняла почетное четвертое место Молодец Но после этого он даже, как бы, никаких Он, да, он поздравил меня там на этом конкурсе И все И все, на этом все закончилось Приходя с работы Это единственные всплески, понимаете? Вот именно ее натуры, которая иногда, как бы, наружу выходит Володя, эти всплески, это жизнь, мой дорогой Приходя с работы, я не чувствую себя сексуальной, какой-то красивой, желанной Женщине быть сексуальной, желанной Почему же? Это невозможно Потому что мы вас видим пять минут, мы вас уже ненавидим Садитесь, пожалуйста Присаживайтесь, пожалуйста Эвелина, ну а сейчас слово Надежде Бабкиной Володь, правда, тебе же никто противостоять не может Ты на нее накатываешься, она уходит в скорлупу И сама там себе вот так вот с судорогой находится Скажи, ты зачем ее провоцируешь, понимаешь? Ты зачем ее провоцируешь? На ревность Ты посмотри, ты же видишь, что у нее нервы вообще уже не к черту, понимаешь? А ты специально-то кайф ловишь Я ее никогда не провоцирую, понимаете? Она сама, она сама постоянно себе что-то там накручивает Самая главная проблема ее изначально была Это вот эта ревность Ревность ко всему, понимаете? На второй день свадьбы у нас уже произошел скандал Можно я расскажу? Был второй день Мы посидели в ресторане Поехали отдыхать на природу Получилось так, что там было две компании Ну постепенно мы как бы Объединились Объединились, разговорились со вторым мероприятием, да, свадебным Я поздравил жениха, невесту Стоим разговариваем Смотрю, летит моя невеста с такими глазами Уже жена Уже жена Жена уже, да Подлетела, без разбора, охаяла там Жениха, невесту, да Они на меня Понимаете? То есть постоянно сцены ревности Подожди Я уже Уже не можешь, понятно Уже не могу А почему ты на развод подать хотел? Ну, была ситуация одна же, да Уже в десятом году Уже мы были в браке У нас еще был один ребенок Тогда еще один ребенок был Один ребенок, да И сказал Я знаю, что ты у меня прекрасна Ты у меня красавица Давай Ну вот что-то у нас не ладится в жизни Постоянно вот эти конфликты Давай Я не отказываюсь от ребенка Я беру полностью его на воспитание На попечение А ты Строй свою личную жизнь Так, как считаешь нужно И ищи Допустим, ну, того Кто тебе нужен Если, допустим, в чем-то Я тебя не устраиваю Вот Поэтому Ну, потом как-то все опять же отлегло И Ну, мы остались вместе, да Володь Ну, вот скажи Вот скажи честно Ты хочешь сохранить свою семью? Или живешь ради детей? Ты любишь Настю? Или только вот мытарство И вот эта вот мука И прочее Скажи честно Ну, Надежда Вот вы же знаете От любви до ненависти Один шаг Я Настю Не, я не знаю Я всегда в любви Я Настю Но это жизненная, да Аксиома Я Настю Люблю безмерно Но Эти конфликты Они Всегда отравляют Нашу жизнь А ты не думал О том, что Когда ты хотел Отказаться От отношений От свадьбы Про то, что Она Затаила Вот эту Горькую обиду Внутри Жуткую обиду Понимаешь Ты просто ее Обидел Она тебе вслух Про это не говорит Она в тебе Просто не уверена В один прекрасный момент Ты повернешься И уйдешь Или еще Что-то Отчебу Какой-то воздушный Ну конечно Понимаешь Какая вещь Ты же сейчас все время говоришь Как тебе сложно Как тебе И дети растут В этой обстановке Как ты не можешь терпеть Как тебе нравится Что она ревнуется Но ты никогда не думал И не задавал вопросы А почему с ней Это происходит Я думаю На этом надо ставить точки Я хочу поговорить с Настей Абсолютно Спасибо большое Надежда Спасибо и вам Владимир Присаживайтесь А я вызываю Анастасию Нашу ответчицу Пожалуйста С вами программа Модный приговор На первом канале Мы слышим Дело о том Как жена Босс Пустила отношения Под откос Вам Слово Пожалуйста Спасибо Надежда Насть Откуда в тебе Такая неуверенность Я очень закрытая И закомплексованный В себе человек Наверное Потому только Придя на вашу программу Я поняла Наверное Откуда растут ноги 30 лет назад В детском саду Мы играли Воспитательница Не знаю Не знаю почему Я это затронула Извиняюсь И воспитательница Стоит надменным тоном И начинает говорить Ешь Что-то не ешь Ешь Море глаз Вокруг Детей Всех смотрят Я почувствовала Такое унижение Такое оскорбление Все дети Кто-то смеется Сидит Надо мной Кто-то Просто открыл рот И думает Что вообще происходит Ты знаешь это В общем В итоге После этого Я закрылась Я забилась в угол Я никуда не лезла Я боялась Быть опозоренной И в школе То же самое Я боялась Выйти к доске Я пряталась Лишь бы меня не вызвали Начинается институт То же самое Вот в данный момент Сейчас Вот на меня смотрят Тысячи глаз И я боюсь Что сейчас меня засмеют Или еще что-то сделают На тебя сейчас Смотрят миллионы глаз И все тебя поддерживают Чтоб ты знала И восхищаются тобой Понимаешь Спасибо Что ты себя переборола Ты встала к этой трибуне Ты же смогла Смотри Ты окончила два института Одновременно Да У тебя работа прекрасная Да А вот скажи Володя Муж В тебе раскрыл Женщину Вы знаете Я не чувствую На самом деле Себя любимой Еще тогда В 2010 году Прошу прощения Еще тогда На нашей свадьбе Когда жених Бросает меня И бежит Обниматься С другой невестой Конечно Для меня Это было Не очень Понятно Потом В 2010 году Когда он мне Начал Начал говорить о том Что давай все-таки Разойдемся Я кстати Подумала на эту тему И думаю Ну наверное Хватит Была готова Жили мы это все Уже все из себя Но на тот момент Я узнаю Что я беременна Вторым ребенком У нас рождается Сын И когда Муж подходит Ко мне Говорит Ну давай Попробуем Все начать Заново Все-таки Мы Семья Ты беременна И я Потом понимаю Что все-таки Он остается Из-за ребенка А не Из-за меня Да Я не чувствую себя Не сексуально Я прихожу с работы Вот такая уставшая Когда я смотрю на себя В зеркало Я вижу Что я себе не нравлюсь Я себя не хочу Так сказать И соответственно Я понимаю Что я ему Значит не нравлюсь И я И он меня Не хочет Не хочет Да А он тебя ревновал Хоть раз Я спрашивала ему Задавала этот вопрос Ну например Как ты Ты меня ревнуешь Да Он мне знаете Что ответил Чего А зачем тебя ревновать Типа куда ты денешься Куда ты денешься Он это говорит Он не понимает А мне это больно Это слушать Надежда Не потому что Куда ты денешься А зачем А я вижу Что она конечно Она красивая Замечательная женщина И конечно я ревную Но зачем это показывать У него постоянные упреки В мой адрес Ты не такая Ты одеваешься как мышь Постоянная серая Черная Ну вот допустим Она говорит Насчет своего живота Но Она ничего Это вы ей говорите Подождите Вот именно Она ты мне говоришь На самом деле Ничего не делает Для своей фигуры Она комплексует Подождите Но делать ничего не делает Она может прийти Надо делать Подождите Она не делает Она может прийти В 10-11 часов Хорошо поесть Она да Молодец Спортом она не занимается Абсолютно Никак А что ты для этого делаешь Чтобы она этим занималась Объясни пожалуйста Ты ее поддержал Похвалил Поцеловал Сказал Я соскучился Я ж тебя Я ж тебя жду Нету такого никогда в жизни Не было Да уж понятно все Настенька Ты думаешь Чего я сижу Он меня упрекает в том Что я не агитатор Я тебя поддерживаю Девочка моя Понимаешь Женщина Которая Знаешь Я тебе скажу сейчас просто Женщины Уверенной в себе Делают мужчина Понимаете И он же делает ее Неуверенной в себе Поэтому Володя Это в твой огород Камень Ты пойми А то что рядом с тобой Чахнет Красавица Прекрасная Умница Понимаешь Ты даже не замечаешь И не находит общего языка Просто эгоист У меня все Спасибо Надеюсь Доставили Вам слово Вы знаете Я нахожусь В несколько двусмысленном положении Потому что Если в начале нашей программы Я просто негодовала Ибо Я же вижу гардероб Гардероб хороший Он качественный Он сбалансированный Он умный Он свежий Он ухоженный И у него есть функционал Но далее Я сижу Вот это вот все слушаю И я заболеваю Меня тошнит У меня болит голова Я сижу и думаю Как бы вот Таблеточку что ли попросить Скажите пожалуйста А вот вы то На протяжении такого Длительного времени Находясь в таком стрессе Как умудряетесь Сохранять хороший цвет лица Работоспособность Возможность нормально Общаться с людьми Продолжать делать Какие то логичные вещи А боюсь Боязнь Скорее всего Потерять нашу Вот эту вот Семью Может быть из-за этого Уйдет у другой женщины Нет Я боюсь этого Понимаешь И проводить с оркестром Вы за женщину что ли боитесь Тебе бабу жалко какую-то Я боюсь вот этого Этой стабильности Вот она идет И пусть идет И я настолько к этому привыкла Настолько в это вжилась Что мне комфортно становится Его эти упреки Если он мне раз в день Не скажет что-нибудь Уже что-то не хватает У вас есть комплекс жертвы Обалдеть Ну появится Конечно Если человеку каждый день Говорит что он дурак Он через некоторое время Дураком и станет Если человеку каждый день Внушать что он жертва Он прикует себя Наручниками к батарее Через некоторое время Хотите я вам расскажу Почему вы носите Одежду для работы В вашей повседневной жизни Хотите Да хочу Дело в том Что на работе Вы реализовались На работе Вы уважаемый человек Вы чувствуете себя счастливой Потому что Тема позора Никогда не возникнет На вашей работе Вы по натуре отличница Вы красавица И любой нормальный человек Это увидит Дома происходит Абсолютно иная ситуация Дома вы унижены Вы постоянно оскорблены Вы все время нервничаете Для вас Вот тот вот Приступ адреналина Который заставил Мое сердце Колотиться чаще Уже норма Для вас Это количество стресса Незаметно Но Чисто интуитивно Вы как любой нормальный человек Хотите Ходить с прямой спиной И дома Вам вовсе не хочется Переживать унижения Вы несете с собой домой Кусочек работы Для того, чтобы не потерять лицо Окончательно Вот зачем вам Ваши жакеты Дома На природе В детском саду В школе На родительском собрании И особенно В общении с вашим мужем Ну а уж тот антураж Который ваш прекрасный муж Нам здесь всем предоставил Не оставил никаких надежд На то, что я ошибаюсь А мне так хотелось ошибиться Спасибо большое Эвелина Действительно Эта семейная история Никого из нас Не оставила равнодушным Чем она закончится Нам пока непонятно Но Пришло время Для модных советов Удивить и вдохновить Себя и окружающих В этом сезоне Очень легко Ведь в моде Будоражащие воображение Стиль Пастураль Внимание На главный подиум страны Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Эвелина Расскажите, пожалуйста Об этом летнем образе Пастураль Этот летний образ Один из тех Который совершенно Невозможно использовать На работе Этот летний образ Для очевидно Свободного времени И для того Свободного времени Которое вы Намереваетесь провести Чувствуя себя Абсолютно счастливой Во-первых Посмотрите, пожалуйста На Блузу В вертикальную Голубую полоску Которая обнажает плечи Это потрясающая форма Декольте Которая подходит Абсолютно До любого возраста Вот скажем Вам очень хочется Что-нибудь Этакое показать Но вам 70 Что делать? Обратите внимание На такое декольте Вам необходимо Добавить Во весь этот контекст Только шарф Для того, чтобы Ваша шея была Надежно защищена Но Обнажить плечи Может позволить Себе женщина В любом возрасте Даже и самой старшей Группы детского сада То есть такая блуза Это просто Прекрасное приобретение Давайте обратим внимание На платье в центре Самые разные гипюры Это, конечно Самое женственное решение Куда в таком платье Можно отправиться? И на прием И на пляж Оно действительно Супер универсальное Но если на пляже Вы можете лишить себя Платье дублера То отправившись на прием Несомненно Запаситесь Дублером телесного цвета Для того, чтобы Чувствовать себя Абсолютно уверенно В любой ситуации Какая обувь хорошо Подходит к такому платью? Если вы собрались На парковую прогулку То мюли На квадратном Уверенном каблуке Которые предложили Этому платью Наши стилисты Замечательное решение Если вы собрались На прием Телесного цвета шпильки А может быть Любого пастельного цвета Вплоть до самого Невообразимого На высоком каблуке Будут вам хорошим Подспорьем Можно ли такое платье Использовать Для очень торжественного Мероприятия Нет, нельзя У него есть Определенные границы Торжественности И если вы можете Отправиться Вот в таком виде На выставку Современного художника То на премьеру В большой Я в таком платье Вам отправляться Не рекомендую И наконец Стоп Обратите пожалуйста Внимание На его свободную конфигурацию Она очень хорошо Ложится И на женщину Крупулентную Вплоть до беременности И на женщину Астеничную Как наша модель И прекрасно Комплектуется С самыми разными Длинами Итак Давайте поставим Задачи на лето И внутри этих задач Должны быть не только Ваши рабочие дела И не только Заботы О вашей семье Устраивайте себе Такие Чеховские чтения На природе Под красивым деревом На закате На скамейке Или Устройте себе пикник Иногда На этот пикник Не нужно никого Приглашать Кроме самой себя И тогда Одеться стоит Вот именно так Для того чтобы Почувствовать себя Наконец С романтической барышней Больше об этом На сайте Модный.тв С вами программа Модный приговор На первом канале Итак Анастасия Сходила в магазин И готова Предстать Пред нами В своем первом Наряде Это Непривычный Для нее Женственный И романтичный Образ Посмотрим Я выбрала Этот наряд Как мне показалось Он такой женственный Романтичный Летящий Цвета для меня Конечно Не очень Такие привычные Но Подходящие Но подходящие Подходящие Не яркие Но вроде бы Такой Вкус Настя Я хочу вас похвалить У вас хорошие Чувства пропорций А что скажет Муж Для которого Настя так старалась Мне очень нравится Да Действительно И легкость И вот эти ткани Может быть Немного Вверх Как бы Ну немного Может притаяние Можно было взять Но По цветам И Смотрится Очень шикарно Это Просто богиня Володька Ты знаешь Ушам своим Не верить Что говоришь Ну так Я всегда Это говорю Повтори Повтори Последнее слово Просто богиня Молодец Еще раз повтори Еще Богиня Наш независимый эксперт Актер театра и кино Роман Полянский Пожалуйста Здравствуйте Анастасия Вы потрясающая девушка Владимир Пожалуйста Говорите почаще Ей такие Хорошие И искренние слова Хвалите Свою Замечательную жену Тогда и у вас Тогда она вас Будет тоже Хвалить И вам Говорит приятные слова Спасибо Спасибо Роман Очень приятно Насте переодевайтесь А сейчас Слово Надежде Бабкину Ой да какие тут слова Уж Все Все Главное что Когда Володя Сказал Вот это вот Богиня Я все Я ниц Все сдалась И вот это вот Глупости Ты будешь никогда Не говори По поводу того Что у тебя там Типа пузо Что ты такая там Туз Вообще не говори Понимаешь Просто не надо этого А то что она красавица Это тебе так круто Свезло Очень Очень Она красавица Она богиня Ей отлично подходит И этот комбинезон И это легкое пальто Труакар И прекрасно Что она не выбрала его Приталином Потому что знаете Вам не повезло У вашей жены есть Не только потрясающая внешность У нее еще Отличный вкус Поэтому все Что она выбирает Воспринимайте Как то что Ей рекомендовали стилисты А вы сэкономили На их услугах Спасибо большое Эвелина Ну а сейчас Второй выход Анастасии Для прогулок С детьми Посмотрим Настенька Дорогая душка Вы ничего не перепутали Задание было для прогулок Я все сейчас объясню Вы знаете Моя работа Находится там Где мы часто Гуляем с детьми Мой доп офис Находится в торговом центре И дабы Чтобы мои дети Понимали И сотрудники Которые рядом ходят Тоже Что все таки Начальник рядом Это укороченный вариант Мэри Попфин Мэри Попфин Почему так Спросим Вашего супруга Пожалуйста Я согласен с вами Действительно Этот костюм Для прогулок С детьми Наверное Он все таки Не особо подходит Но в целом Это красиво В целом Сочетание Да Мне нравится Спасибо большое Выслушаем Романа Фарянского Настя Я бы вот честно Мне нравится Вот как раз Длина юбки Вы показываете Свои красивые ноги Очень все хорошо Только единственное Я может быть Расстегнул бы пиджачок Жакет Извините Да Вот Понимаете Вот уже Уже вы не закрыты Вам надо показывать Молодец Не бойтесь Показывайте себя Не надо бояться Володька Начина ревновать Спасибо Роман Спасибо Переодевайтесь Дорогая Выслушаем Народную артистку России Надежду Бабкину Костюмчик неплохой Она у тебя экономная Понимаешь Она пытается В одно дело Впихнуть сразу Два дела Вот в этом месте Но не для прогулки С детьми Как бы вот так Спасибо большое Эвелина Прошу вас Дайте оценку Человек здесь Рассказывал свою историю Плакал крокодиловыми слезами По причине того Что в пять лет Ее обидели Она с тех пор Боится опозориться Поэтому не нужно Сбрасывать со счетов Все-таки Такие глубоко сидящие комплексы От которых Вот так вот Просто рассказав о них Избавиться невозможно Они выбирают Вместо нашей героини Некоторые вещи И вот в данном случае Именно такая ситуация и происходит У нее же есть функционал Она собралась Гулять со своими детьми Там, где она может встретить Своих сотрудников Но Есть места прекрасные В котором этот наряд Будет очень применим Для общения с детьми Это театр Это консерватория Это концерт джазовой музыки Это выставка И другие культурные развлечения Которые значительно лучше Чем любой торговый центр А в торговый центр С детьми ходить Гулять не надо Мамы Держите себя в руках Спасибо большое, Эмелина Посмотрим на Третий выход Анастасии Настя Вы такая очаровательная Роскошная Ну, что скажет супруг Супруг доволен? Это то, что я всегда хотел увидеть Вот они Это замечательная фигура Эти красивые ноги Вот так надо С работы приходить Да? Да Нет, она с работы Переоделась И дома так Она ж на работу То в этом не пойдет Поэтому она пришла С работы Сбросила с себя Какая-то пиджак Наброшенный Понимаешь Гордой Ухватила сил И все Раз пошла Умылась Надела комбинашку Детки спят И говорит Здравствуй, любимый А? Ой-ля-ля Спасибо большое Роман Полянский, пожалуйста Володь Вот вы говорите Вот наконец-то я увидел фигуру А вот дома вы фигуру не видите Нет Он злится Вот это печально, Владимир Печаль Не надо злиться На такую красавицу-жену Надо ее любить И уважать И ценить Что она у вас такая есть Вот я бы на вашем месте Снял жакет И все А ну сними Вот прям раз И все Ну смотри Какая хорошенькая Прелесть Какая прелесть Красота Вот что мне нравится в вашем выборе Анастасия Это то, что вы все прекрасно про вещи знаете Это платье слегка маловато в груди Оно идет по горизонтали с кладкой Поэтому вы совершенно справедливо надели жакет Кроме того Вы несколько сомневаетесь А вот этот вот стиль бэби-дола Которым мечтает ваш муж Это вообще ваше или нет? А вы-то сами чувствуете себя значительно более комфортно В понятных и простых линиях И я считаю, что это ваша данность Которой ваш муж может восхищаться Которую ваш муж может уважать Или которую ваш муж может просто не замечать И прощать вам И даже если, например, его как-то не слишком устраивает Ваше пристрастие к простым на его взгляд платится Он же мужчина Он же воин Он же сильный Он должен вам эти слабости прощать Просто на одном основании того Что он мужчина, а вы женщина Это все Мой вам совет И вы его нащупали сами Я видела это на вашей вешалке Вы пытались это сделать Вам не дали Прикиньтесь овцой Сделайте вид, что вы дурочка Дело пойдет Спасибо большое, Эвелина Ну а сейчас настало самое время Отправить Анастасию Прямиком в руки К нашим стилистам Прикиньтесь Послушной девочкой И они наверняка Сделают с вами что-то чудесное С вами программа Модный приговор На первом канале Мы слушаем дело о том Как жена Босс Пустила отношения под откос Итак, наша героиня Анастасия Тарасова Побывала в руках у наших стилистов Они изменили ее Но в зеркале она еще не успела Посмотреть на свой новый образ Поддержим ее бурными аплодисментами Итак, первый выход Анастасии Тарасовой Женственный и романтичный Очень непривычный для нее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Настя, вам понравилось? Вы знаете, я в таком Пребываю сейчас Настроении Надеюсь, что Меня даже Сперло дыхание Это хорошо Я надеюсь, стилисты Предугадали желание мужа И Принесли вот в этот костюм Легкость Как вот здесь В этой сумочке Зефирку, да? Да, зефирку Правда? Давайте Спросим Владимира Тарасова, мужа Мне очень нравится этот костюм Именно Вот такую Настеньку Белую Пушистенькую Моего любимого котеночка Я всегда хотел Видеть рядом с собой Давайте выслушаем мнение Ваших подруг Заретту и Ольгу Пожалуйста Я хочу, чтобы ты этот образ Несла вот по жизни И чтобы муж Тебя просто вот носил на руках Да Я тебя обожаю Спасибо Спасибо, Оля Спасибо вам, милые дабы Спасибо, девочки Настенька Дорогая Ставьте букетик цветов Ступайте переодеваться Володь, видишь, какая красота Как ты говоришь? Легкая Воздушная Теперь бери штурвал Свои руки И поднимай всю эту историю До определенной высоты До такой, какой ты хочешь Но не словами Унижения Знаешь, так Бесконечного недовольства Претензий А наоборот Словами поддержки Самое главное Любовь И взаимопонимание Хочется закрыть это дело И не читать больше его материала Никогда в жизни Потому что перед нами Красивая женщина Которая просто Обязана быть счастливой У этого костюма Есть огромное количество вариаций Но наша героиня Уповает только на одну И она сейчас Очень четко Объяснила Все задачи Которые она сегодня Ставит перед своим гардеробом Вот подишь ты, понимаешь Любовь зла Надеюсь на то, что вы Оправдаете ее чувства Спасибо большое, Эвелина Второй выход Анастасии Наряд для прогулок с детьми Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Как вам этот вариант, Настя? Вы знаете, никогда не думала, что можно сочетать так джинсы, жакет, рубашки мои белые с таким корсетом И выглядит это суперски просто Я думаю, это как раз в точку Именно костюм для выхода, для прогулки с семьей, с детьми У меня замечательная красивая супруга Молодая И он еще омолаживает этот костюм Это правда Мне очень приятно сказать и объявить нашим зрителям, что здесь в студии ваши дети Тоже Владимир, в честь папы И тоже Анастасия, названная в честь мамы Анастасия, почему ты плачешь? А почему ты плачешь? Мама же красивая Тебе же нравится, как мама выглядит? От счастья От счастья! Мама, ты очень сильно красивая Я очень тебя сильно люблю Правильно Настенька, дорогая, оставьте букетик цветов Ступайте переодеваться Круто же, Володь, согласись Да у меня замечательная семья Да прекрасно, в том-то все и дело У меня замечательная жена, дети Прекрасно, что ты это понимаешь Потому что это все, знаешь, такой трепет вызывает Слезы, я сама еле сдерживаюсь, сижу Я думаю, как разревусь на весь мир, так, понимаешь? И меня уже никто не остановит Рыдать так рыдать по-взрослому, понимаешь? Но я тебе хочу сказать, что это чудные дети Роскошная жена Проще надо ко всему относиться А слова благодарности и любви Но всегда надо говорить Не убудет же с тебя, не убудет Ты же все это знаешь Наши стилисты сделали для Насти очень важное открытие сегодня Оказывается, можно носить жакет и брюки И выглядеть при этом приспособленными для того, чтобы не только сходить с детьми на выставку или дневной спектакль Но и на детскую площадку И поиграть в шарики И поваляться на лугу И так далее и тому подобное То есть сделать любого рода вещи Которые абсолютно невозможно Сделать в той очень нарядной, очень подходящей для нашей героини Одежда, которую она предполагала для походов с детьми в театр на концерт Досуг может быть очень разнообразным И ни одна самая большая в мире начальница не потеряет авторитета Если она будет валяться со своими детьми в бассейне из шариков Спасибо большое, Эвелина Ну а сейчас третий выход Анастасии Отвал башки для мужа Пожалуйста Настенька В таком наряде я чувствую себя действительно сексуальной, красивой женщиной Но вы такой являетесь Дорогой, готова теперь дарить тебе себя И уделять тебе время, как только тебе это понадобится Я хочу сказать, что я тебя безумно обожаю Я безумно люблю Я обещаю тебе говорить это ежедневно об этом И буду мыть посуду Да, это уже мелочи жизни Это мелочи жизни, Саша Правильно И хочу сказать, что буду делать все для того, чтобы ты была именно со мной счастлива Спасибо Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Володя, круто АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но самое главное Не забудьте Для того, чтобы эффективно работать Получать повышение Увеличивать зарплату И делать этот мир прекраснее Потому что мы работаем не только за деньги Но еще и для этого Вам обязательно Нужно уделять время Не только своей семье Не только своим друзьям Но и себе лично Быть наедине с собой И часто одеваться только для себя Чтобы понравиться себе в зеркале Спасибо большое, Эвелина Ну что ж, дорогие друзья А мы подходим к счастливому финалу нашей утренней программы Дворецкие Привезите вещи на подиум А вы, дорогая Настя, подойдите ко мне Просим вас АПЛОДИСМЕНТЫ Я вас поздравляю от души Спасибо, Александр Ну и, конечно, задаю вам традиционный для нашей программы вопрос Что вам ближе? То, что вы нашли в магазине Либо вещи от стилистов Которые вам показались мудреными, необычными Конечно, выбор, наверное, на стилистов Ну, я надеюсь, что зрители учтут ваши пожелания И проголосуют за этот выбор Приступайте к голосованию Ура! Наша взяла 10% в пользу выбора Анастасии 90% в пользу наших стилистов Наряды от стилистов вам В дар от программы Модный приговор Заседание сегодня закрыто Ну, а мы с вами увидимся вскоре Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok